Сегодня в нашей студии Анатолий Баландин, начальник ОГИБДД по Ленинскому городскому округу. И мы поговорим об акциях, проводимых госавтоинспекцией. Анатолий Васильевич, добрый вечер. В настоящее время на территории Московской области проходит социальный раунд «Маленький пассажир – большая ответственность». То есть он направлен на популяризацию использования детских удерживающих устройств, что в принципе предусмотрено у нас законодательством, правилами дорожного движения. И на уменьшение тяжести последствий, где страдают «Маленькие наши пассажиры». Насколько вообще эффективна эта акция, если, допустим, поднимать статистику? Ну, достаточно эффективна, потому что проходят не только рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей, но и также по информированию участников дорожного движения, как взрослые, то есть водители аудитории, так же их самих детей, чтобы они были приучены к тому, что до определенного возраста им необходимо находиться в специальных удерживающих устройствах, когда они передвигаются в транспортных средствах. Будь то их родители, либо там такси, ну, любое транспортное средство должны находиться в удерживающих устройствах, потому что штатные удерживающие устройства ремней безопасности, они не предусмотрены конструктивно для удержания таких пассажиров, как дети. О каком возрасте идет речь? От 7 до 12 лет, ну, то есть от самого нулевого возраста до 12 лет, то есть это все маленькие наши пассажиры. Но если говорить более конкретно, какие именно мероприятия проводятся в рамках этого социального раунда? Какие именно? У нас на еженедельной основе проводятся рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей, это в местах, туда, куда граждане пребывают с детьми, то есть развлекательные всякие торговые центры, также школьные образовательные учреждения, спортивные мероприятия, аудиоролики у нас запущены, видеоролики запущены, раздача листовок, проведение селфи-акции запланированной, флеш-мобов, ну, все, что сейчас может привлечь общественность к данному мероприятию, к данной проблеме, как говорится, и чтобы поменьше тяжесть последствий становилась. Вы сказали о раздаче листовок, вот я вижу, вы сегодня принесли с собой какие-то материалы, да? Ну да, вот есть небольшие такие брошюрки для водителей, для детей, также вот плакаты, которые специально разработаны для привлечения внимания, такие яркие, общедоступные, ну, ничего сложного, в общем, почитать, понять, и всем становится понятно, какое детское кресло, для какого возраста, как его надо устанавливать, как ребенка надо перевозить, все прописано. На ваш взгляд, за последние годы ситуация улучшилась в этом отношении? Да, ну, большинство родителей дают отчет, что действительно детей необходимо перевозить в специально удерживающих устройств, нежели чем на руках, либо просто пристегнутым ремнем безопасности. Ну и пользуясь случаем, то, что вы пришли к нам на эфир, скажите, вот сейчас в межсезонье, скоро все будут водители менять резину уже на летнюю, на что стоит обратить внимание? Ну, я бы на месте автолюбителей не стал бы торопиться с заменой резины на летнюю, потому что зима не отступает, хотя еще уже конец марта, но, тем не менее, погода оставляет желать лучшего, и минусовая температура еще остается. Как только будут плюсовые температуры, значения в ночное время, тогда уже можно задуматься о смене резины. Ну, это действительно необходимо, потому что та шипованная резина, она не обеспечивает безопасности при движении, при торможении, ну, при движении транспортного средства, говоря. Большое спасибо, что нашли время и пришли к нам на эфир. Напомню, что у нас в гостях был Анатолий Баландин, начальник ОГИБДД по Ленинскому городскому округу.